Давай, давай, давай! Первая полноценная учебная неделя. Пока позволяет погода, можно поиграть с одноклассниками на детской площадке. Саша Олейников никогда и не учился без ковидных ограничений. В 2020 году, в год пандемии, он пошел в первый класс. Разделение потоков, отсутствие общешкольных торжеств, учителя в масках и наличие санитайзеров для него привычное дело. Так же, как и само слово – пандемия. Да, все болеют и могут умелеть, конечно, от пандемии. Мне вообще не страшно. Я не думаю, что я могу заболеть, потому что... Ну, не знаю, почему я не думаю, что я могу заболеть. А ты думаешь, что болеют только взрослые? Пусть от, пусть от. Дети ковидом не болеют. Вакцинироваться им не нужно, так же, как и носить маски в общественных местах. Подобные убеждения, сформированные в пандемию, довольно-таки нередки. А вот у медицинского экспертного сообщества мнение отличается. Статистика говорит. Дети в два раза чаще стали болеть симптомно. На днях в своем фейсбук-аккаунте об этом написал министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. В регионе фиксируют штамм «Дельта». Его особенности – короткий инкубационный период, обширное поражение легких и острая дыхательная недостаточность, а также более тяжелое течение заболевания у детей. Болеет тоже, к сожалению, на сегодняшний день инфекция для детей переносится намного тяжелее. По сравнению с прошлым годом, в реанимации есть и подростки, есть и совсем маленькие до года. Дети как можно меньше должны посещать магазины, кинотеатры, ну и так далее, тому подобное. На мой взгляд, должно быть меньше различных массовых мероприятий, где должны присутствовать дети. Но если такие мероприятия будут, если им необходимо куда-то и так далее, то это должен быть масочный режим. Двухэтажный стационар «Наш Верника». Здесь развернут областной детский ковидный госпиталь. В настоящее время в красной зоне проходит лечение более 80 детей. Отделение всегда под завязку. Трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Причем заболеть могут и малыши, отмечают врачи. Самому маленькому пациенту всего было 13 дней с момента рождения. Знаете, мы будем, наверное, смотреть за развитием ситуации. Через где-то в среднем 10 дней, 2 недели мы, наверное, будем в очередной раз анализировать ситуацию с подъемом заболеваемости. Она у нас считается ежедневной. В зависимости от того, будут ли чаще болеть дети по сравнению с предыдущим годом, с предыдущей неделей. И чаще ли будет тут средне-тяжелая-тяжелая форма, будет уже мера реагирования соответствующей визины. Это и дистанционное обучение, и запрет работы детских, спортивных и досуговых центров, и даже масочный режим для детей. Пока вводить его необходимости нет, подчеркивают медики. Но дополняют, если родители сами позаботятся о безопасности своих чад и обеспечат их масками, будет не лишним. Есть страны, в которых масочный режим обязаны соблюдать дети, начиная с двух лет. У самарских родителей на этот счет самые разные мнения. Сейчас все можно заказать в интернете, и мы этим пользуемся успешно. И продукты, одежду, и все. А так, чтобы куда-то прийти, очень-очень редко. Но в целом, да, когда приходим в торговый центр, мы, взрослые, надеваем маски. А ребенок? Ну, я думаю, что все болеют, и дети, и взрослые. А насчет, нужны ли маски и вакцины, я до сих пор для себя не определилась. Но я думаю, что если взрослым нужны маски, наверное, они и детям нужны. Чтобы ребенок не оказался в красной зоне, врачи рекомендуют самим родителям наперво пройти вакцинацию от ковида и гриппа. И если от коронавирусной инфекции детской вакцины пока не существует, то от сезонного гриппа прививать малышей можно. Продолжение следует...